Девочки, это какой-то, простите меня за выражение, но это новые, все новые малыши, они худые до лужица. Энгельский район – земельный участок в Новопушкинском муниципальном образовании. Именно сюда, в поля и лесопосадке, чиновники районной администрации почему-то постановили выпускать собак, отловленных вблизи объектов соцсферы и прошедших стерилизацию. В районе этой работы занимается частный приют «Зооцентр» из поселка Расково. Они как написали, запрещено в общественные места, в парки, в школы возвращать собак. А получается, что всех собак вывозят, никого не возвращают никуда, где бы они не отловили. Да им и выгодно это. Одно дело развозить каждую собаку, да, возвращать на место, снимать видео, что вот вернули на это тали. А другое дело погрузили всех толпой в одну машину и скинули где-нибудь в лесу. Очень удобно и экономично. Вы понимаете, что чисто территориально мы находимся за пределами города. То есть здесь сушь, здесь нету никаких водоемов. И животных, которых после операции, после своего рода собачьего ада привозят сюда, соответственно, только на дожив. У волонтера Елены Мачалиной своя история. В один из дней, 23 июля 2023 года, мы, как обычно, приехали сюда покормить собак, налить им воды. И обнаружили, вот здесь в кустах лежит небольшая собачка, рыженькая, ну, чуть размером больше кошки. Очень истощенная и уже еле дышит. Мы поняли, что животное погибает, нужно везти его в ветеринарную клинику, посовещались. Ну, я решила взять на себя ответственность, стать его куратором. Когда мы доставили собачку в клинику, назвали его Лучик. В клинике было при первоначальном осмотре диагностировано, вот у меня здесь есть все медицинские документы, несостоятельно инфицированные кастрационные раны без признаков установки наружных швов. Животное истощено, передвигается слабо, обнаружено много клещей и блох. Это первоначальный осмотр. Также у него были взяты ПЦР-тесты на вирусные инфекции, то есть на чуму плотоядных и на энтерит. Значит, рану обработали, но вот за словами несостоятельной кастрационной раны без признаков установки наружных швов, кроется на самом деле достаточно страшная вещь. Это значит, что собаки просто сделали кастрацию, не зашили и в таком состоянии вот ее сюда выкинули в посадке. По словам активистки, диагноз чумы плотоядных впоследствии подтвердился. Собаку пришлось лечить в ветклинике. Аналогичный диагноз выявили у собак, которых, как утверждают жители станции Анисовка, выпустили у них в 20-х числах июня. Активисты говорят, что ранее этих животных они не видели. Чуть дальше, вот если доехать до конца этой улицы, высадили у мусорки. Там, получается, шесть собак же, да, было всего? Совершенно не наших. Собаки ранее на этой территории не обитали. То есть по программе ОСВВ они, по идее, должны где отловили, туда и вернули. На территории станции Анисовка находится достаточно много социальных объектов. Это школа, три детских сада, кабинет врача общей практики и так далее. То есть нам сюда стали свозить собак, не взирая на постановление, что в соцобъектах их нельзя возвращать. Оно, зооцентр, был открыт год назад. На мероприятие приезжал глава Минсельхоза Роман Ковальский. У активистов и организации отношения, мягко говоря, напряженные. А зачем вы на территорию ГБР? А зачем вы на территории? Это моя охрана, это моя охрана, которую мы оплачиваем. Вот таких провокатов готов, сейчас приедет полиция. Вы будете разбираться с сотрудниками ГБР. Вы незаконно снимаете сотрудников. Мы на вас написали заявление. Отвечать будете по полной программе. Вокруг контрактов на отлов безнадзорных животных кипят нешуточные страсти. Еще недавно на этом рынке не было особой конкуренции. Но когда бюджеты стали расти, увеличилось и число желающих откусить от денежного пирога. В ход при этом идут самые изощренные методы. След от спила явно. Вот когда спиливают старые бирки, вот такое остается. И с этой тоже. Возможно, она два раза уже в отчетах у них. Зооцентр на слуху. Его директор Артем Семин считает шумиху, которую в СМИ поднимают волонтеры, происками конкурентов. Кстати, в приют мы попали без особых проблем. Красные бирки для заводского района закуплены. Зеленые бирки для города Янгиз. Других бирок у нас нет и никогда не было. Другими не пользуюсь. И будет еще кировский. Будет еще кировский, тоже красного цвета. Только вот здесь аббревиатура, я еще раз говорю, здесь 0,2. А у кировского района первые две цифры, букву 0,3. Вот операционный стол. Врачи приезжают. У них регулятор, которым они проводят операции. Операции полностью бескровные. Все сосуды прижигаются. Потом накладываются швы. Собачка после этого 3-4 дня на нее врачи смотрит. Если врачи говорят, что шов уже нормальный, более-менее как бы его можно выпускать. Собачку выпускать. Шьем мы без шовный материал, он перекон, который рассасывается через 2 недели полностью. Никки как бы остаточки потом отлетает. А врачи у вас в штате? Врачи, да, 3 врача у нас в штате. Лично наши врачи, которые не забываются. Сколько в день операции там нет? Мы делаем не каждый день. Сейчас приглашаем постоянно у нас управление ветеринарией, приезжает на каждую стерилизацию. Вот сегодня к часу приедут врачи, в это же время подъедет управление ветеринарией и будет присутствовать при каждой операции. Когда врачи заканчивают, управление ветеринарией составляет акт, сколько собак каких-то, кто сухо, кто кобейт, сколько таких, сколько таких. С номерами берутся, фотографии собачек и дальше поусмотрим 3-4 дня и выпускаем их на новое. Сегодня в зооцентре содержится более сотни особей. Случается, что сюда попадают собаки, которых хозяева отпускают на так называемый самовыгул. Мы из базарного Карбулака приехали. И вот так получилось, что пока бабушка в больнице лежала, и он вот дал волю, чувством, начал бегать в центр. А так как мы работаем, ну, приходим кормить, вроде он всегда на месте. А оказывается, нашли в заборе лазейку, и где он шастал. Вот. Ну и вот вчера нам сказали, что его отловили, как бездомного. Я говорю, ну, надо съездить забрать, потому что, ну, и бабушка к нему привязалась, и он все-таки домашний, по идее. Ну, теперь, конечно, посадим на цепь его, чтобы следить за этим будем. Потому что у нас самая главная беда – это безответственность. Но не все похожие истории заканчиваются хэппи-эндом. Жительница станции Анисовка утверждает, что ее пес лишился жизни. В случившемся она винит сотрудников зооцентра. 21 июля, вот, в 12 часов дня, дети у меня играли здесь во дворе с собакой. Я их позвала кушать, и прямо вот буквально прошло полминуты, и слышу, собака забежала. У меня маленький, маленький старенький пес, 15 лет ему. Он забежал на веранду с дротиком в шее. Я выхожу, у меня перед глазами лежит собака с дротиком, и стоит неизвестный мне мужчина. И тянется. Я говорю, мужчина, вы кто, вы что, то есть они самовольные. Я просто открыл калитку, зашел, да, взял дротик и говорит, да, она через 2 часа проснется, типа, там, туда-сюда. Хотите, я его заберу на кастрацию, вот, и, ну, как-то прививку ему сделаем, зачипируем. Я говорю, мы 15 лет, это по-человечески, мы у 90-х, его уже не надо кастрировать. Ему уже и так, как говорится, хорошо по возрасту. Вот, ну, ладно, ладно, короче, как-то шел, говорит, он сейчас проснется. Через 15 минут у нас собака погибла, просто-напросто. Теланит голландского производства. И залетил, это производство Франции. Это вот для усыпления? Это наркоз. Обычный наркоз ветеринарный в любой клинике. Во время отлова и во время операции один и тот же препарат. Врачи в любой клинике пользуются идентичными препаратами, других нет, аналогов нет. То есть другим ничем к собачкам и наркозам не бывает. Только вот эти два препарата. Если они расскажут, что у кого-то собака не отошла от наркоза, то собака не под нашим присмотром была, собаку нам не отдали. Собака зашла своими ногами домой, и только через два дня мне объявили о том, что якобы собака умерла. Что там делали с ней два дня, понять. Это вы про тот случай в ММСе? Про который они говорят, но тонкой мне никакой информации нет. Еще раз отметим, что наш визит в зооцентр заранее не согласовывался. Изможденных, голодных или замученных животных мы там не увидели. В вольерах чисто есть еда и вода. Что же до собак, которых по странному решению чиновников из Энгельса выпускают в леса и поля, то пока они выживают благодаря помощи неравнодушных граждан. Однако новому соседству рады далеко не все. Волонтеры рассказывают о случаях отравлений. Ну и скоро друзей человека ждет еще одно неминуемое испытание – зима. Смогут ли они ее пережить – большой вопрос. Продолжение следует. Продолжение следует...